Приветствую вас! В первую очередь с точки зрения психологии хочу сказать, что у вас и у ваших подруг сложилось такое, знаете, гендерное образование. То есть гендерное образование, это когда, знаете, на вечерах, да, ну, скажем, в начале прошлого века, в конце прошлого века, были так называемые стайки. Стайки мужчин, стайки женщин. Мне кажется, что это очень похожая история, реально похожая история, мне кажется. То есть вы мужчин воспринимаете как вот каких-то таких отдельных существ, да, как мужчин. То есть вот не как людей, а именно как мужчин. Вот. А мне кажется, мне кажется, что воспринимать нужно все-таки, ну, как бы, их в первую очередь как, ну, ну, как людей. Вот. И вот этот момент, момент, чтобы воспринимать мужчин как людей, является одним из главных, на мой взгляд. Потому что именно это, скорее всего, отвращает людей от вас и от ваших подруг. Вот. То есть, ну, мое, по крайней мере, такое вот мнение. Мое, по крайней мере, такое вот видение. То есть это первое, это гендерное, такое разделение. Гендерная, гендерная стена и общение все-таки не совсем, скажем так, по личностным каналам. То есть это больше общения все-таки мужчины и женщины, а вот какого-то такого объединения, да, единения с мужчинами вы не чувствуете. Еще очень важно, когда именно происходит этот самый быстрый, ну, то есть не быстрый, а первый секс, да. То есть, когда он происходит, после каких, после сколько времени, после какого количества времени происходит первый секс у вас, да. То есть, мужчина мыслит стереотипами зачастую, так же, как и женщина может мыслить стереотипами так же. И это момент, то есть, если мужчина, например, допустим, соглашается, просто-просто банально соглашается на тот же первый секс, да, относительно быстро, что это может означать для него, что он вот чего-то ожидает, ожидает, что вы будете чего-то требовать, ожидает, как вы пишите, что вы будете на что-то рассчитывать и так далее. То есть, сам по себе, сам по себе, первый секс, да, это ответственность. И вы, вероятно, как бы переходите к нему тогда, когда вот, ну, не надо бы еще, рановато еще. Вот. Мне видится история именно такой. Мне видится история именно такой, в первую очередь. Дальше. Развод. 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 Развод происходит не случайно. И у вас, и у подруг ваших. Развод происходит не случайно. Развод происходит в результате каких-то действий, событий, в результате каких-то поведенческих паттернов. И в результате наличия определенных элементов в характере, вот, ну, ваш, ваш характер, например, и характер ваших подруг. И, соответственно, если был развод, значит, были проблемы. Эти проблемы, скорее всего, вы не решили. И с этими же проблемами вы идете в отношения. Естественно, когда вы разводились, то это было, ну, мягко говоря, не самое приятное событие в вашей жизни. И вряд ли вы хотели бы, чтобы это повторилось, вряд ли вы хотели бы, чтобы подобная история была еще. И сознание психика вас защищает, защищает вас от боли, которую вы можете испытывать, ну, можете испытать, скажем так, от боли, которую вы можете испытать. Если это произойдет много, потому что вы ничего не сделали, чтобы исправить свое поведение, скорее всего. Дальше, значит, вы пишите, познакомились, флиртуем некоторое время, потом первый секс, все хорошо, вы бы довольны. Но мужчина, как правило, на следующий день исчезает. Все дело в том, что у него нет привязки к вам. То есть, если вот, грубо говоря, для вас привязка, это, ну, привязка возможных в том числе и через секс для вас, то для мужчины, видимо, привязки через секс мало. По крайней мере, для тех, которых выбирают и вы. Им нужно что-то больше. Вот. Если между вами не установился именно личностный контакт, не установился между вами, а был только флирт и секс, то мужчина, скорее всего, да, мужчина, он отдаляется, потому что серьезный человек, серьезный мужчина, он, наверное, ну, после знакомства и флирта сексуальные отношения прямо сразу вступает, не будет. Он припасет человеку, да, не припасет понятие, что между ним и женщиной есть общего, да, он, как бы, не будет торопиться заниматься секс. Вот. А если и, допустим, ну, связь случается после знакомства относительно быстро, да, то есть знакомство флирт и секс, если это случается, да, то параллельно обязательно все-таки должны идти какие-то еще другие отношения. То есть параллельно должно быть и какое-то партнерство. хуже, когда работа, хуже, когда коллеги, вот это хуже, но в известной степени это может сыграть позитивную роль. Вот. То есть по сути, по сути, вы говорите о том, что мужчины не привязываются к вам через секс. Это может быть элементальная просто неуверенность в партнере, что вот если женщина соглашается на секс так быстро, то она с другим мужчиной будет соглашаться на секс так же быстро. А если она будет так же соглашаться на секс с другим мужчиной, то, ну, как ее можно доверять? То есть здесь вот такая история. Это все, конечно, из области предположений. То есть заметьте, что вы по сути хотите погадать, да, вы хотите анонимно погадать про мужчин. Вы хотите, чтобы мы вам рассказали про мужчин. Извините, конечно, но психологи не гадают про мужчин. То есть, ну, про мужчин, про партнеров, про людей не гадают. Мы можем работать непосредственно с вами. То есть мы можем разобрать, например, ваш развод. Почему вы развились? Мы можем разобрать, каких мужчин вы выбираете. Мы можем разобрать вашу женскую модель поведения, подкорректировать ее, разобраться с вашими страхами близких отношений, не в поршающих близких, не через всех сих лет, которые вы защищаетесь. Ну вот. Мы можем бы работать над тем, чтобы вы стали более значимы, чтобы вы стали более активны на личном именно поприще, а не на поприще взаимодействия с мужчинами. Понимаете? Вот это мы можем сделать. А исследовать сейчас, почему мужчины как бы отдаляются, на мой взгляд, это не совсем профессионально, потому что в психологии, в профессиональной психологии все индивидуально, и каждый человек поступает, если он поступает и похожим образом, только потому, что форм выразит свои чувства гораздо меньше, чем самих чувств. То есть чувства могут быть разные, мотивы могут быть разные, а вот форма это выразит, она может быть одна. И из-за этого кажется, что все люди чувствуют, и у всех людей одна мотивация. Ну вот. Не позволяет вот этой вот мнимой простоте себя обмануть, не позволяет же. Может быть мужчины в чем-то похожи, но если они в чем-то похожи, то это вопрос к вам, что вы выбираете таких мужчин? Вы выбираете таких мужчин, вы не случайно. То есть вы не случайно выбираете, вы выбираете себе таких мужчин, которые быстро соглашаются, например, на плит, быстро соглашаются на секс, и так далее. И вы боитесь серьезных отношений сейчас, скорее всего. Так, по крайней мере гласит практика психотерапии и психологического консультирования. Вот. Не знаю, вы скорее всего не согласитесь с этим. Вот. Но тем не менее. И подруги, ваши подруги, благодаря такому гендерному общению, как я уже сказал, общению в стайках, они конфермируют вас, а вы у них, соответственно, некий такой предрассудительный взгляд на мужчин. Именно предрассудительный. То есть, я вижу мужчину, и кого я в нем вижу. Кого я в нем вижу. Вот. Я уверен, что он, допустим, знакомясь с мужчиной, да, вы видите в нем именно мужчину, и общаетесь с ним как с мужчиной сразу. Но это скачок. Это очень большой и неестественный, самое главное, скачок. В отношении. Потому что, сверху нужно увидеть личность. На этом все базируется, на этом все строится. А личности вы не видите, потому что у вас нет фундамента для этого, да. То есть, вы знакомитесь специально чисто с мужчиной, чисто ради, там, не знаю, ради отношений, ради чего-то еще. Вот. И здесь мы плавно подходим к идее цели. То есть, идея цели. Зачем я знакомлюсь с мужчинами? Чего я хочу от них получить? Что мне нужно? Вот. Если серьезные отношения, необходим фундамент, если серьезные отношения. Чисто ради, там, секса, допустим, то это другая история, если отношения чисто ради секса. В этом случае вам нужно, ну, желательно, по крайней мере, сразу ему об этом сказать. Сразу сказать мужчине, что я с тобой там встречаюсь только ради секса, к примеру. Вот. И это, как бы, его, с одной стороны, конечно, как сказать, не добавить к вам какого-то позитива на таком личностном уровне, да. Вот. Но, с другой стороны, с другой стороны, если вы хотите секса, если он хочет секса, например, ну, я не вижу ничего плохого в этом. То есть, вот, вся тонкость в том, чтобы понять, чего хотите вы. Вся тонкость в том, чтобы определить, что нужно вам, и исходить уже из этого, да. То есть, не пытаться понять мужчин, это бесполезно, как вообще понимать, понимать людей, понимать их мотивы, бесполезно. Очень, это, знаете, неблагодарные истории, пытаться понять кого-то. Человек сам, зачастую сам вообще не понимает, что он делает и почему, вот. Понять нужно себя, в первую очередь. Понимаете, как понимаете, какая штука? Вот. Если вы, если вы сможете понять себя, да, если вы сможете понять себя, если вы сможете, ну, ну, как бы так сказать, определить, если вы сможете определить, что вам нужно, вот, что это будет гораздо лучше. Это будет гораздо лучше, чем, вот, то, что вы делаете, например, ну, допустим, сейчас. Это будет гораздо лучше, чем, вот, скажем так, эффективнее. Понимаете? То есть, мне, мне думается, мне думается, что так, мне думается, что такой вот момент. И тут уже, вам, конечно, решать. Вот. Исключительно. 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 Исключительно здесь вам решать, да. Как и что вы будете делать. Вот. Вот так, в принципе, я думаю, можно вам, наверное, ответить на ваш вопрос, который вы задаете. Добавить, добавить мне больше особо нечего. Вот. Потому что, что можно было, ну, что-то можно было сказать. Ага. Я сказал, надеюсь, что для вас это было полезно. Если у вас остались вопросы дополнительные, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.